Всем привет и давно писали мне об отдельном обзоре на Telecaster Affinity на Jazzmaster Но я решил не тянуть все это на отдельное видео, а сделать один такой комплексный 3 в 1, ну тем более вместе нагляднее И сегодня мы поговорим об удобстве, функционале и отличиях в звуке трех форм-факторов Это Telecaster, это Jazzmaster, ну и возьмем Stratocaster, чтобы было понятно от чего отталкиваться Однако на чате хочу это видео с того, чтобы рассказать, чем отличается серия Affinity у Squire от серии Bullet Потому что многие думают, что это в принципе одна и та же гитара Итак, у меня в руках сейчас, казалось бы, две одинаковые гитары от одной фирмы И в этой руке это серия Bullet, а в этой руке серия Affinity Сами по себе Bullet гитарки неплохие В своей ценовой категории, особенно Hardtail, особенно сингловый за 12900 на данный момент Это одно из лучших вариантов, тем более в классическом дизайне Вот эта моделька подороже мы взяли с машинкой Tremolo, с рычагом, чтобы было как на Affinity И так уж получается, что разница между ними в 4000 рублей Так вот, что же мы получаем, доплатив 4000 рублей, отсюда сюда Отличие номер один Это более дорогие колки Здесь у нас стоят самые стандартные, ну дешевые колки Эти же ставятся на Epiphone, Special, эти же ставятся на Ibanez, Akio, на кучу всяких инструментов акустических в том числе Вот такие вот ромбические колки И, ну, казалось бы, колки-колки, но действительно от серьезного такого нормального бенда На то на 1,5-2, от активной работы с рычагом они явно не спасут Также у них есть хвостой ход Здесь же у нас уже стоят Fender Standard D-Custom Это вполне себе такие приятные и по ходу, и по детализации настройки Ну и даже, можно сказать, вполне себе надежные, исправляющие со строем Что, в общем-то, однозначно плюс Да, по-прежнему, это не фантастика Но, тем не менее, в данной ценовой категории, опять же, если выбирать, мыслить То, ну, явно одни из лучших Следующее отличие, номер два Если вы посмотрите конкретнее, то увидите то, что здесь голова больше Она классическая Здесь голова уменьшенная, маленькая на буллетах Это, конечно, уже на вкус и цвет Второе отличие Но, третье отличие Вы видите цвет Общий цвет древесины Можно отметить, что на Affinity серию, как на более дорогую, все-таки идет лучший отбор древесины Здесь у нас обычная голова и сам гриф выглядит и светлее, и обладает более приятным рисунком И это отличие номер три, подбор древесины Отличие номер четыре Это толщина накладки на грифе из палисандра Казалось бы, ну, не особо-то и важная вещь, но Очень приятная и может пригодиться, потому что лады имеют свойство изнашиваться Бывает, доходит дело до их замены Бывает просто это какой-то апгрейд и замена ладов под себя Под какую-то конкретную форму, размеры Бывает, что с инструментом что-то случается И чтобы его восстановить, приходится именно подтачивать, шлифовать накладку Поэтому запасы в накладке с палисандр и то, что ее не жалеют Это тоже плюс к Affinity Следующее Профиль грифа Четвертый получается Профиль грифа Здесь у нас он уменьшенный, потому что гитара изначально рассчитана на подростков, на девушек На самом деле, вот на этом профиле очень удобно играть И мне, с моими большими лапами И, в принципе, всем, кому я отдавал эту гитару Очень хороший профиль грифа, очень удачный, хоть и уменьшенный А здесь у нас классический C Ну, собственно, классика, она есть классика Но это тоже отличие Пятое отличие Это то, что само по себе покрытие на буллетах тонкий-тонкий слой И лака получается прямо-таки матовая-матовая А здесь у нас все-таки оно, ну, по всякому случаю, оттирается Если изначально было полуматовое, то сейчас уже скорее глянцевое, кстати Похоже на, из недавнего обзора на элит по ощущениям покрытия Да и, в принципе, по цвету Ну, по ощущениям и по цвету Так, это у нас шестое отличие, кажется Идем дальше Седьмое отличие Это то, что гитары Буллет делаются в Индонезии А гитары Афинити делаются в Китае Если кто не в курсе, то, в принципе, все гитары, начиная вот от Афинити До 45-50 тысяч сквар Делаются в Китае А вот самые дешевые в Индонезии То есть в Китае сейчас делают серии Classic Vibe И как их позиционируют То, что они делаются качественнее, чем мексиканцы Но стоят дешевле, потому что делаются в Китае Вот такая сейчас жизнь пошла Следующее отличие Я уже не помню, какое по счету Это то, что буллеты делаются из липа Это все же дерево Но это липа Здесь же у нас на Афинити идет ольха всегда Ольха на всей серии дает все-таки более приближенное стереотипное мышление к Фендеру Следующее еще одно отличие Это то, что хамбакер сам по себе на Афинити Если он есть хамбакер Он довольно злой и агрессивный То есть мы делали сравнение с Джексоном за 55 тысяч рублей С Эпифоном за 45 тысяч рублей И в данном случае Сквайр, который стоил вдвое дешевле По агрессивности, по атаке Ну, в общем-то, большинство пришли к выводу Что он показал себя лучше Поэтому хамбакеры здесь действительно такие ядреные Как, в принципе, сам Стратокастер у них Тоже отличие от булета Здесь мне больше нравится именно трехсингловая версия Как-то она более цена-качество И сам по себе Ну, звук, наверное, с восприятием инструмента сочетается Следующее отличие Это бридж Сам по себе бридж по качеству, в принципе, один и тот же Но здесь у нас собачки идут с прорезью А здесь у нас все два идут плоские Немножко разные по ощущению Мне больше нравятся вот эти Ну, куда деваться Дальше Еще одно отличие, которое можно, наверное, выявить Ну, в принципе, можно заканчивать Единственное, что еще Еще одно такое вот маленькое То, что на буллете написано на пяточке Сквайр А на Аффинити написано Сквайр И уже маленькими буквами появилась Фендер Вот столько Получается отличий То есть, совсем небольшая доплата Казалось бы, похожая гитара, но Колки — это раз Качество древесины, цвета и так далее Это два Накладка из палисандра — это три Размер головы — четыре Профиль грифа взрослого — это пять Более выхлопной звучок — это шесть Бридж — это семь Делается уже в другой стороне Это, кстати, с другой завод — это восемь Материал деки гитары — это девять Ну, не знаю, надпись накладки — десять Бридж — одиннадцать Насчитали довольно много Хотя, казалось бы, весьма похожие инструменты Что ж Теперь давайте перейдем конкретно по гитаркам Ну и давайте начнем со стратокастера Как уже довольно нам знакомого Я сам являюсь счастливым обладателем данной модельки И первое, что надо, наверное, ответить Это то, чем отличаются стратокастеры Которые отличаются, ну, серьезно-таки отличаются по цене Так вот, все стратокастеры у Affinity одинаковые Да, они отличаются в ценовой политике Причем везде и на официальном сайте И я находил только одно отличие Это то, что на более дорогих якобы первомутровая инкрустация А на дешевых это неподненчено На самом деле нет Везде, везде перламутровая И, собственно, отличий в них нет Они все одинаковые Какие-то подороже, какие-то подешевле Это связано только с цветовым решением Теперь давайте поближе Сам по себе стратокастер Это, так сказать, идеал Баланса формы, удобства Само по себе ощущение инструмента Ну, руки на ней отдыхают Собственно, поэтому я в нее и влюбился в эту гитарку И поэтому себе и приобрел Что тут можно сказать? Максимальный функционал То есть максимальный универсионализм У нас пять позиций Есть хамбакер для тяжелой музыки Есть классический сингл в неке Есть два положения синглов То есть это более акустический звук Не фонящих, чтобы можно было и с гейном побаловаться Средний сингл никогда не пользуюсь А, и второе положение, когда у нас хамбакер и сингл Тоже дает такой своеобразный звук Более читаемый, что ли, зернистый И чуть больше у нас классического саунда Не знаю Ну, в общем, пять позиций Дают самый настоящий размах для творчества Три звукоснимателя Двух разных типов Есть рычаг Тремоло Если не нужен, то я вставил дополнительные пружины И у меня бридж намертво здесь привязался к корпусу То есть тут всего стоят три пружины Можно добавить еще две, будет пять Я добавил одну вот так уже за глаза В остальном это самый обычный стратокастер И в этом его главное достоинство Следующая, ну, наверное, все-таки красотка Это у нас телекастер Очень много цветовых решений И все очень клевые Вот этот такой вот серый, китановый Наверное, цвет Он не просто серый, естественно Он, если смотреть на цвету, переливается Такими мелкими-мелкими крупинками, блестками Ну, смотрится клево, действительно И какие здесь у нас отличия Ну, конечно, понятно Это два сингла Посередине нефонящая позиция И есть классика бридж Сингл-нек сингл В чем его достоинство? Во-первых, это тот самый плоско-седельный Как вот недавно делали обзор на элите бридж Очень удобный Отдельно настраивается Каждая струна По высоте, по мензуре Очень детальный Клево Следующее Это вот эти вот ручки потенциометров Тоже очень приятные На мой взгляд, намного удобнее Чем на джаз-мастере И чем на стратокастере Стоят в одном положении Что тоже приятно в итоге И, в принципе, это тот же самый гриф Тот же самый профиль C Классический Вот так все смотрится Красота Единственное, что В чем отличие Это то, что на страте У нас был Собственно, радиус 9,5 Как и здесь Но ширина порожка была Всего лишь 40 миллиметров Здесь 41 Чуточку пошире Не сказать, что здесь Отличие будет сильно отличаться Но, в целом, эргономика стратокастера Она Немножечко другая, конечно же Даже не немножечко От телекастера Вот этот, он Довольно не тяжелый Довольно легкий инструмент Действительно Очень даже легкий И Послушаем Послушаем Не, ну смотрится реально клево И в данной основе Категории Это, опять же, это классический Телек Джазмастер Многие скажут, что Такая же классическая гитарка Но По мне все-таки Ну, менее встречаемая Много к ней интереса Много интереса К ней у молодых ребят Особенно, кто любит Тяжело в музыку играть Потому что, ну Два хамбакера, во-первых Во-вторых, форма сама по себе Да Джим Джеймс Руд Из Слепнот Использует тоже Джазбастеры Здесь бы я хотел Отметить Во-первых То, что, ну За счет Собственно, самой эргономики Она не такая Клевая Как у предыдущих Двух гитар За счет формы То есть дизайн Здесь идет Все-таки Отнимая чуточку эргономики И в эстрадной позиции Гитарка не то, чтобы Перевешивает Но и за счет Маленького рога Который очень круглый Сам по себе закругленный Она немножечко падает Удобно Удобно стоя Безусловно Смотрится клево Удобно, в принципе В классике Да В принципе Садится хорошо Здесь тоже можно Приловчиться Ну, просто В сравнении Со Стратокастером Конечно Чуточку Менее сидит На правой ноге Две регулировки Всего лишь Какой хороший плюс Потому что Здесь Наконец-таки У нас Не мешает Ручка громкости Как на Стратокастере За что ее Многие Недолюбливают Здесь ее нету Переключалка Переключалка Что хочется отметить Она не верх-низ Как мне привычно Она Вперед-назад Поэтому Ну Это думаю Привыкнуть можно Дальше У нас Здесь идет С уголком Придется покупать Кабеля Ну вот такие вот отличия Ну В остальном Опять же Фиксированный Бридж Да Как и на Телекастере Струны Сквозь корпус У нас Тоже Что приятно Здесь легко Их вставить И Что можно еще Из отличий Выделить Это Само по себе Как профиль Именно Само по себе Радиус накладки Он идет Значительно больше По-моему 12,5 И сама по себе Ширина Нулевого порожка Здесь она 42 мм Многие скажут Что между 40 и 42 мм В принципе Не сильно Ощущается Мне вот Например Не сильно Но для кого-то Может стать Решающим фактором Ну чтобы было Спокойно Что вот У меня Да У меня Большие пальцы Я взял себе 42 мм Ну чтобы было Удобнее Если было бы Меньше Было бы Менее удобно И так далее В принципе Отличия есть Что ж Давайте теперь Посмотрим По звуку По моим По моим Таким вот Предсказаниям Я не сравнивал До этого Стратаказа Телекастер Самый едкий Из всей серии Самый агрессивный В бридже Я даже Пожалел Мне такая Агрессивная гитара Не нужна У меня есть Гитара с хамбакерами Надо было Синглон брать Ну мы сегодня Взяли с хамбакером Чтобы все таки Сравнить с джазмастером А чистый Потому что Играется чаще Именно в неке То есть Стратакастер Я планирую Будет самым Мощным И соответственно Самым едким На чистым даже Более едким Чем телекастер Телекастеры В общем то Здесь более Спокойные В афинте идут Ну а джазмастер Послушаем Даже интересно Мне кажется Будет опять же Ну чуточку Более грубым Даже вот Не то чтобы Звук снимателя А сам по себе Ладно давайте Давайте послушаем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и какие выводы мы можем сделать в итоге по Squire Affinity? Что же это за зверь такой? Ну во первых Это действительно удобные и классические формы Это самое самое главное достоинство Поэтому их и покупают начинающие ребята Да и даже в принципе ребята уже играющие Как стартовую площадку для апгрейда Ну потому что все таки здесь стоит ольха Все таки классический гриф И тем не менее не переплачиваешь за какие то там добавки в комплектации Здесь у нас стоят вполне себе неплохие звукосниматели Которые могут дать приятный тембр И в своей ценовой категории тягаются И в случае вот даже говорю Если агрессивности Как бы не смотрелась безобидная эта форма То ссылка будет в описании Можете посмотреть Она весьма злая Делывают многие фирмы в ценовой категории Даже в два и более Что касается кстати звукоснимателей Надо подметить Что мне не раз писали То что покупают телекастеры Стандарты покупают телекастеры Тоже очень классные модели от Сквайра Не сильно тоже отличаются по стоимости в плюс Меняли на них звукосниматели Не один человек И в итоге возвращались назад На базовые звучки Мол они даже Ну больше к душе лучше в миксе лежат Чем с Эймур Дункан Те же самые синглы Это вот такие вот случаи Вспомнились И кто не верит Обращайтесь Профу предоставлю Дальше Самое главное Это отстраиваемость Они действительно полностью отстраиваемые Очень низко Можно отстроить высоту Струн над грифом И собственно Они могут справиться Ну с любым строем Адекватным С любым калибром струн Потому что это все таки Длинномензурные Астратовско подобные Все таки гитарки Дальше Что можно еще отметить Это классические формы Потому что всем остальным фирмам Зачастую приходится Экспериментировать И делать каких-то фриков Ну любители Но Даже та же самая Мною Многолюбимая Ямаха Себе кстати заказал Новый инструмент Ямаха Может скоро Увидите И Даже там Если говорить Об именно Стратокастерах Приходится делать Какие-то отличия Какие-то фирмы Их очень много Сейчас появилось Делают больше задник Где-то рога Больше расходятся Но все это Обычно смотрится Именно как фрики В случае как сквайр Делают ту самую классику И Какой Окончательный вывод Это отличные гитарки Как и для Начинания своих Как и такая Палка Тренажерка И если Если мне скажем Где-нибудь Подвернется Какая-нибудь халтурка Я буду в другом городе Надо будет вечером Свадьбу отыграть То я зайду в магазин И смело куплю Вот такого скажем Афинити И буду знать Что в принципе Он меня полностью Я достану его из коробки Они уже отстроены В принципе по мензуре И по высоте Что тоже плюс Для начинающих ребят Я достану его из коробки И сразу могу играть концерт Причем буквально За этот один концерт У меня отобьется Полу стоимости Этой гитары А если в Москве То и вся наверное Так что Очень-очень Удачные гитарки В своей ценовой категории И если вы любитель Именно классических Форму И именно вот В таком бюджете Что-то подыскиваете Ну конечно возьмите Конечно послушайте Конечно сравните Что ж Пишите комментарии Что вам больше понравилось По звуку Именно да На чистом На грязном Как обычно Пишите кто владельцы Да на гитар Свои отзывы Я По недостаткам По недостаткам Надо все-таки отметить Есть у них Один недостаток Наверное Это то что Изначально Когда достаешь из коробки Здесь у нас Ничего не цепляется Все шикарно Сборка В принципе у них Очень хорошая Придраться не к чему У меня еще есть дома Сквайр басовые Стандарты Афинити Тоже очень хорошо Служат такие Давно уже Боевые машинки И Единственное что Спустя где-то полгода Чуть-чуть Деревяшечка подсыхает И начинают Вот цепляться Лады Немного Не сильно У многих с завода Больше цепляются Все это решается За одну серию Любимого Сериала И дамскую пилочку Можно девушку Заставить Подточить Аккуратненько Уголки Но зато Точно могу сказать Что ни один Сквайр Афинити На моей памяти Не повело То есть проблем С деревом Здесь С акклиматизацией Никаких не было Что ж Не договорил Ссылки на все инструменты Как обычно В описании под видео Можно зайти Почитать подробные характеристики Посмотреть фоточки Посмотреть Что сколько там стоит Ссылочки Также на меня На мой второй канал На канал Мустургал Благодаря которому Все это проходит Там постоянно Новинки Каталогов Постоянно Новинки Каких-то Гитар Клавиш Барабанов Поэтому Подписывайтесь Тоже Все там Ставь лайк Подписывайся И до новых Видео Пока Продолжение следует... Продолжение следует...